Особое мнение на 101FM Потому что начнем мы, конечно, со вчерашнего приговора по новому делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Напомню слушателям, что фактически, получается, суд принял решение Октябрьский суд города Кирова принял решение о том, что Никита Юрьевич не получит дополнительно заключение То есть по одному из статей его признали виновным Но освободили от наказания в связи с истечением срока давности А, по-второму, оправдали и признали право на реабилитацию И я бы попросила вас, во-первых, в целом высказаться по приговору Насколько вам он кажется обоснованным, справедливым Не знаю, может быть, еще что-то добавите А, во-вторых, напомнить вообще фабулу вот этих вот дел То есть все мы помним, что эта история связана со служебным жильем С проектом, который называли мы обычно служебное жилье Хотя говорят, что юридически как раз этот проект не был так оформлен Из-за чего и возникли проблемы Ну, давайте, наверное, начну с того, что я тоже не устану эту фразу повторять Как сказал один мой знакомый юрист Любого чиновника, вступившего в должность На следующий день уже можно привлекать либо за действие, либо за бездействие Да, и то, что там на сегодняшний момент подобные дела появляются, есть И мы знаем, что они уже давно у нас становятся объектом публичных обсуждений Это, в принципе, лишь подтверждает подобные вещи То, что касается ситуации с Никитой Юрьевичей То, ну, в частности, да То есть тоже мы, как депутаты пятого созыва И я, как заместитель председателя законодательного собрания Мы были включены в процессы, связанные с принятием и работой программы служебное жилье И здесь, наверное, следует отметить, что, ну, я не помню ни одного решения Которое бы принималось без обсуждения с депутатским корпусом, с рабочими группами Была создана сначала рабочая группа, которая участвовала в разработке программы служебное жилье Потом была отдельная тоже комиссия, которая занималась уже непосредственно в стадии реализации Утверждением, предложением муниципалитетов по заселению в это жилье Ну, в силу должности я достаточно много там разъезжал по районам И видел это служебное жилье, разговаривал с людьми, которые заселялись в это служебное жилье Участвовал в сдаче этих домов То есть, как бы сказать, что здесь какой-то есть скрытый процесс Который привел бы к тому, что где-то что-то пообещали и не построили Ну, я, честно говоря, таких фактов не замечал Был ли процесс связан с тем, что... То есть дома выстроили, людей заселили, люди там жили на тех условиях, которые обговаривались Да, я считаю, что там лучшими, наверное, свидетелями в этом процессе Должны были стать те люди, которые заселились в эти дома Которые получили их, ну, даже меньше, чем за год с момента старта программы И там были они построены И это действительно, ну, на мой взгляд, хорошо отработало с точки зрения кадровых вопросов для бюджетных учреждений Ведь не случайно Никита Юрьевич эту тему поднялся служебным жильем Как инструментом мотивации на то, чтобы специалисты приезжали и оставались Ну, как бы до сих пор программа тоже никуда не ушла Она обсуждается до сих пор и реализуется в каких-то видах И не только, кстати, в кировской области теперь Да, и поэтому то, что мы в условиях не очень хорошего бюджета То есть не очень хорошего с точки зрения дефицита При не очень хорошем отношении федералов к проблемам депрессивных регионов Сумели запустить эту программу Это как бы значительный плюс Да, то есть и мне кажется, что как раз там Ну, итоги голосования, когда Никита Юрьевич шел на второй срок Они, в том числе, это результаты этой программы Потому что люди в районах видели эти дома Это мой губернаторский срок сейчас имеем в виду, да, второй губернаторский срок Вот, видели эти дома, видели этих людей И весь процесс был достаточно открытый, прозрачный Для того, чтобы, собственно, говорить о том Что все это делается, в первую очередь, в интересах людей Та ситуация, которая возникла там по городу Кирово-Чапецкую Когда привлекли бизнес для того, чтобы построить дом И передали часть квартир бизнесу Ну, на мой взгляд, это та практика, которая... Бизнес, это мы имеем в виду предприятие, да, Кирово-Чапецкое? Известные Вот, это практика, которая, собственно, должна была дальше повсеместно распространяться Потому что есть и предприятия, градообразующие территории, да, то есть И градообразующие предприятия Есть крупные, там, сельхоз, агропредприятия, да, то есть Никто же не предъявляет претензий, предположим, там, в Куменском районе, да, там В селе, в котором отстроен целый городок для работников Вот, поэтому там сама по себе идея, она была правильной и правильно остается То, что касается... То есть проблема была в документах, я так понимаю... В реализации... В том, что не все согласовали, не все подписи получили И нужное название программе не присвоили Я думаю, что проблема заключалась даже не столько в документах, а в графиках и очередности принятия этих документов, да, то есть Насколько я там владею этой информацией Вопрос заключался в том, что какие-то документы были приняты раньше, какие-то позже В результате возникла определенная там чехарда, что, собственно, и стало основанием Вот Но, там, опять же, насколько я знаю, там, как проходил судебный процесс Было большое количество свидетелей вызвано в суд И, ну, я не слышал, что кто-то, как бы, топил за то, что, там, действительно, здесь какая-то есть, был какой-то преступный умысел Все в основном говорили о том, что... И коррупция какая-то, да, страшная Да, что это была, там, правильная программа, что она делалась, там, достаточно быстро в условиях не очень благоприятных с точки зрения бюджета Вот, и многие вещи, они, как бы, уже рождались в процессе реализации То, что произошло дальше, ситуация, там, с криком, и то, что, там, эти квартиры стали залоговым обеспечением Но это вопрос уже не к Никите Юрьевичу, а к следующему губернатору Который, собственно, допустил эту ситуацию, когда квартиры стали предметом залога Но, там, каким-то образом... То есть это уже происходило после ареста Никиты Белых, где-то, там, в году 18-м, по-моему, 19-м И, насколько я знаю, что, там, следующий губернатор, который был, он был предупрежден о том, что, там, ситуация с криком такая, что могут возникнуть проблемы, связанные с залоговым обеспечением А он ведь не давал пояснений, по-моему, никаких по делу, во всяком случае, публичные, не помню Я не помню вообще пояснений у предыдущего губернатора о том, что он делает и как он делает Поэтому, там, я вполне... для меня вполне логично, да, что, там, такое решение принял суд, да, там, и то, что, как бы, срок не увеличился И то, что он, там, в следующем году заканчивается, это, на мой взгляд, ну, вполне справедливо и логично Но это мы сейчас просто говорим, учитывая, что ведь есть еще время, да, на то, чтобы подать апелляцию, например, если прокуратура захочет это сделать, там, еще сроки-то не вышли Ну, понятно, что будет, там, апелляционная работа, понятно, что, опять же, мы можем попасть в какие-нибудь непредсказуемые ситуации обратных решений Там, тоже в нашей стране, к сожалению, там, не приходится удивляться подобным ситуациям Но, с точки зрения того, что, вот, здесь сколько уже, там, больше, наверное, чем полгода, вот, это судебное разбирательство шло, да, там, и было вызвано громаднейшее количество свидетелей И суд пришел к такому мнению, на мой взгляд, мнение абсолютно обоснованное То есть, логично все? Да Логично все Люди выходили, говорили о том, что умысла не было на нарушение закона, программа работала и работает Благополучатели этой программы, которые предполагались, они есть Ну, ведь, давайте посмотрим, видите, собственно, много чего позитивного, что, там, есть у нас сегодня Там, оно опробировалось именно, там, при Никите Юрьевиче и ППМИ, и служебное жилье Да, то есть, это проекты, которые Которые из Кировской области выросли и потом распространились Да, были чуть-чуть опережающие свое время, да, там, и в связи с этим, может быть, нормативная база Не поспевала за этими проектами Но сегодня, там, проекты доказали свою эффективность И, там, вся страна живет по ППМИ, по инициативному бюджету, по народному бюджету Во многих регионах есть служебное жилье То есть, ну, вот, как бы, да, то, что мы там создавали при Никите Юрьевиче Оно сегодня доказывает, что оно имеет место быть В общем, мы с таким, с надеждой, скажем так, да, входим в Новый год На то, что решение суда устоит Ну, еще раз говорю, там, конечно, предугадывать очень тяжело Там, мне кажется, что то решение, которое было вчера, оно справедливо Хорошо Давайте мы тогда, ну, пока, наверное, паузу возьмем в этом вопросе Посмотрим, как себя будет вести прокуратура Ну, и если что-то, то потом еще добавим, что называется Обсуждаем Комментариев, пообсуждаем Простите К итогам года мы переходим Ну, традиционно, перед новогодними каникулами Мы обычно самые яркие события уходящего года отмечаем Самые, там, я не знаю, значительные какие-то недочеты и провалы Вот вы можете для себя выделить какие-то важные события 2023-го Если мы говорим, там, про Кировскую область, про город Киров Который вам запомнится Чем вам запомнится 2023-й? Ну, на самом деле, с кем не разговариваю Все сходятся в мысли о том, что год пролетел Вот просто Незаметно Незаметно Так, что вот, как бы, и все множество событий, которые происходили Они, как бы, тоже накладывались друг на друга И все это достаточно быстро Ну, я бы, честно говоря, вот, наверное, первое, да То есть Это презентация Кировской области на выставке «Россия» С одной стороны, она, вроде бы, к Кирову и к кировчанам не так большое Имеет отношение Но, с другой стороны, мы увидели И действительно, это было принято всеми зрителями этой выставки В период презентации на Кировской области О том, что же мы все-таки считаем нашими приоритетами Нашими сильными сторонами Да, то есть Париозавра, дымку и молоко? Традиции, молоко и лес Да, то есть Традиции Это Наши традиции Да, это история Да, то есть И бывает обидно, когда приезжаешь в какой-то регион Знакомишься И первое, что тебе говорят Это там Навальный, Киров, лес И, собственно, там На этом мы все останавливаемся А вот мне кажется, что из этой истории Кировская область зря не сделала для себя какую-то Не получила, скажем так Бонусов каких-то, да Потому что, когда шел первый процесс по делу Алексея Навального Делу Киров, леса Много же тогда говорилось, что Кировская область Вообще можно судебный туризм развивать Завернуть здесь, значит А здесь вот это, а здесь вот Ну, могу сказать, что в рамках юбилея обсуждалась эта тема Каторжный туризм Как с исторической точки зрения Ну, конечно Сыльный замок Вот Но, как бы, пока это оставили на откуп самим турфирмам То есть, если кто-то там придумает и сообразит То почему бы и нет Второе, наверное, событие, которое следует Вот я лично для себя отмечу в том, что При подготовке юбилея, мне кажется, нам удалось наконец-то найти Важную точку Точку рождения нашего города Да, то есть вот 22 сентября Да, то есть это точка рождения нашего города Ну, то есть, как бы, когда Это действительно дата, которая в летописях, да, где-то упоминается? Это в работах нашего там Известного президентного криведа Который, к сожалению, умер Он у меня был еще в свое время преподавателем Ну, вот прикиньте, там, за 650 лет То есть мы никогда не задавались вопросом А какой день является днем рождения у нас? Ну, как-то у нас по привычке 12 июня Ну, никакого отношения 12 июня вообще не имеют Вот, и наконец-то у нас появился день рождения И это, на мой взгляд, очень важная тема Которая, в принципе, должна перерасти в некую Ну, очень воспринимаемую и уважаемую жителями дату Да, то есть, что это не просто там какой-то день города Вместе там с днем еще тысячи городов и днем России, да, там А это наша конкретная дата, с которой будет привязано много чего Вот Третий момент, который бы я выделил Это вот все из таких близлежащих, да, там В этом году я увидел хорошую театральную, оформленную театральную площадь Да, то есть, вот, как бы давно мы уже мечтаем о том, чтобы у нас театральная площадь в Новый год была достаточно красивой И я могу сказать, опять же, что многие, кто приезжают в гости, говорят Слушайте, у вас классно, у вас есть такая площадь Да, то есть, у многих городов возьмите там тот же фильм, у них нет такой площади Но у них есть прекрасная совершенно лужайка на Комсомольском проспекте перед театром драмы Да, ну, это лужайка Да, да А вот такой площади нет И в этом году, возможно, во-первых, конечно, благодаря вот этой новому оформлению елки И от нее уже лучи вот эти все и выстроены, на мой взгляд Это достаточно красиво и запоминающееся И может стать таким хорошим первым шагом к новогодней столице России В следующем году Но делать чего придется очень много Вот вчера мы, кстати, обсуждали, начали обсуждать в дневном развороте эту тему Насколько, скажем так, достойно Киров подготовился к Новому году Насколько по-новогоднему выглядит город Потому что, получается, ведь это генеральные репетиции перед следующим годом, правильно? То есть театральная площадь на театральной площади, вам кажется, что репетиция удалась? Ну, я скажу, вот, опять же, да, то есть по одному месту, конечно, судить о всей готовности нельзя А если говорить о готовности города, там, я отчасти с вами соглашусь Ну, предполагаю, что, конечно, много было сил потрачено как раз на выставку на ВДНХ И поэтому, как бы, не до конца отработали тему с предпринимателями, с оформлением улиц и так далее Потому что я знаю, что идей было очень много А от кого они исходили? В том числе от самих предпринимателей, от каких-то городских урбанистических сообществ То есть которые говорили о том, что давайте мы вот заменим освещение, вот эти, как они называются, светодиодные аншлаги, которые на столбахи всякие Ну, снежинки, снежинки всякие там и прочее Поэтому можно, наверное, предположить, что сейчас, ну, по итогам, будет уже работа связана с подготовкой к новогодней столице Я, вы знаете, вчера в развороте вспоминала, тут буквально выходные на несколько дней съездила в Калининград В Калининграде снега практически нет, там все растаяло периодически, значит, там, припорашивает таким белым ковриком Ну, это тут же тает Вот, но почему-то у меня от Калининграда, ну, это, возможно, впечатление туриста, да, а не жителя Ощущение нового года больше, чем от Кирова, хотя в Кирове лежат сугробы, и тут вроде как зима Очень большое количество магазинов, не знаю, кафе, ну, то есть вот предприятий каких-то, да, малый и средний бизнес Которые украшены нарядно То, что я вижу в Кирове особенно, ну, то есть вот я еще не добралась до Спаской, да Я думаю, что Спаская, Московская, наверное, старый город, там как-то получше То, что я вижу на наших основных больших улицах, меня вообще не вдохновляет, Михаил, это первое Второе, вы про Киров лес упомянули Вот у меня, честно, после возвращения из Калининграда ощущение, что весь лес в Кировской области Алексей Навальный куда-то, значит, украл и увез Потому что в Калининграде все вот эти вот зоны, они оформлены живым еловым лапником То есть это настоящие елки, они очень пышные, очень красивые, но это было одно Можно побольше добавить, тоже будет пышно смотреться Но в Кирове почему-то этой традиции нет украшать живыми ветками Почему, непонятно, хотя вроде тут вот у нас же вокруг все, все растет и периодически вырубается Это же можно, наверное, как-то использовать Я думаю, что это можно использовать Но давайте начнем с того, что Калининград, наверное, сложно сравнивать с Кировым А почему? Ну, во-первых, это город с более развитой туристической инфраструктурой И она влечет за собой вот все эти требования Это город, который приближен к европейским стандартам Работы с туристами, да, там, а мы, как бы, о туризме только мечтаем пока еще Так давайте делать что-нибудь Вот То, что, как бы, в этом направлении, я думаю, ситуация будет меняться Здесь, наверное, есть два факта Первое, да, то, что деревянное домостроение и работа с лесом, да, там, обозначенные губернаторами Обозначаются на каждом внешнем мероприятии как один из наших ключевых приоритетов И то, что, там, ну, наверное, раз в месяц, да, там, на оперативных совещаниях у губернатора Вопрос, связанный с нашей лесной промышленностью, отраслью, да Он всплывает с точки зрения того, что там наводится порядок Вот, как бы, вот это все, надеюсь, к следующему нашему Новому году, да, там, оно отразится как раз вот в том, что у нас больше появится дерево, да Так Вот, то, что касается оформительских вещей, ну, я все-таки в этой части, наверное, бы сказал, что это не вопрос к власти, а вопрос к бизнесу, да Бизнес-то, я так понимаю, что не против А власть Ему нужен какой-то мотивирующий толчок А какой? То есть привлекать к себе клиентов, для этого нужен мотивирующий толчок А власть, как вы правильно сказали, в Калининграде снега нет, у нас снега много Так То есть вот власть в большей мере озадачена А, уборка снега? Да Потому что, как бы, попробуй не убери снег И тогда кто бы, как бы, оформлен не был, да, то есть негатива будет море Я вот два дня ругался с муниципальными службами по поводу того, что не убирается снег в сквере у фонтана, где ходить было невозможно А, это на театральной площади? Да Вот, как бы, это же просто караул, это центр города, а проходимость никакая, да, то есть люди ходят, падают, ругаются Зачем там вешать гирлянды, чтобы фотографироваться, если все равно никто туда не доковыляет? Ань, давайте вот как бы Так, хорошо, поняла, два дня Давайте и гирлянды повесим, да Я не против как раз И дороги будем чистить Я не против, я наоборот за Вот, поэтому я очень надеюсь, что по итогам этого года, празднования Нового года и городская администрация, и там предприниматели, ответственные люди за городское, там, за благоустройство И в том числе, там, наш оргкомитет по юбилею будем делать выводы, выводы о том, что нам необходимо, там, сделать, потому что самый худший вариант проведения новогодней столицы, это вариант такого чиновничьего подхода, когда, там, ну, снег не убран, а мы на театралке, там, на сцене театралки пляшем, да, то есть, как бы, вот это самый худший вариант, потому что ориентироваться надо, в первую очередь, на человека Чтобы он туда пришел, чтобы он был с семьей, чтобы это было безопасно, чтобы это было приятно, комфортно, и только после этого он уже будет смотреть и слушать, кто на сцене пляшет Ой, слушайте, а возвращаясь, вот, как раз к театральной площади, удобству и прочему, помните, мы с вами обсуждали возможность появления ярмарки на театральной площади, новогодней, рождественской, домики там появились, там продают, что-то вкусное, там пахнет Нет, мы с вами обсуждали на новогоднюю столицу, это вот на следующий год А в этом году? А сейчас, как бы, потихонечку, ну, я, как бы, кроме красного вагончика-то, там, пока еще ничего не видел такого нового Так, ага, не опробовали, значит Да, из питания Потому что, ну, тоже ведь надо понимать, да, что, там, поставить эти домики, это же нужны деньги, бюджеты, там, с учетом того, что все это делалось, решение принималось в этом году, то это бюджет следующего года, да То есть, свободных-то денег, ведь, как бы, как не было, так и нет в нашем регионе Так, подождите, можно же в аренду их сдать, эти домики? Таких сначала закупить, да А, их построить, да А, их построить, да Ну, да, хотя они там стоят какие-то? Ну, какие-то стоят, да, да, там У нас, вот вам, живой пример, слава богу, что сейчас потихонечку, там, весь негатив умолкает по поводу приобретения новой елки А, да, да, было разговоров много, да То есть, сейчас все, как бы, все отмечают Вроде довольны Эта елка, да, достойная елка для города Кирова, она очень гармонично вписалась в театральную площадь, да, то есть, ну, я думаю, что все это будет Опять же, выводы надо делать, то есть, не надо, там, я очень надеюсь, что Все, кто, там, заинтересованы в этом процессе, будут смотреть на все, не просто с точки зрения, там, хорошо или плохо, да, там, а с точки зрения критичных выводов, да То есть, если хорошо, как сделать лучше, если плохо, что сделать для того, чтобы плохо не было То есть, вот такой разбор, он необходим А, как бы, я почему про чиновничий подход и говорю, это, знаете, там, провести мероприятие, сказать, что оно проведено, и после этого успокоиться, да, то есть, все Да, то есть, да, то есть, а то, что это, там, должно остаться в памяти человека, в рассказах человека, в воспоминаниях, в желании еще раз прийти или приехать сюда, да, то есть, об этом же чиновники редко думают Да, то есть, поэтому, вот, очень хочется, чтобы вот у нас было больше таких вот событий, построенных на От, условно говоря, от жителей, от благополучателей, а не от желания реализовать какой-то комплекс мероприятий О событиях, построенных от жителей, мы с Михаилом поговорим после небольшой рекламы, сейчас убегаем, через полторы минуты вернемся Особое мнение на 101FM Советник губернатора Кировской области Михаил Курашин в нашей студии, мы с ним подводим итоги года, говорим о том, что следующий 24-й год, это год юбилейный И остановились на том, что, ну, как бы, вкладываться в этот юбилей должны не только власти, не только, там, после подписи из подачи, там, властей, да, после волшебного пенделя, что называется, кто-то должен начать что-то делать Но и люди тоже, не то чтобы должны, а, ну, хотеть, наверное, могут они, да, сделать себе праздник Это же праздник не чиновников, это праздник жителей Ну так должно быть, да, очень надеемся, что так и будет Ну и про город добрых соседей, про события, которые, кстати, люди, да, для себя сами делают, можем поговорить Насколько я понимаю, вчера или позавчера, да, вот подвели окончательные итоги 22-го, извините, выпало из информационного поля в связи с поездкой, 22-го, то есть в пятницу подвели итог И более 70 проектов, второй конкурс был только по событиям, да, более 70 проектов в победителях Что можете сказать? Вы же у истоков этого конкурса стояли, насколько я понимаю, да? Я очень рад, что этот конкурс показал, насколько он востребован непосредственно с самими жителями И насколько он вовлекает людей в юбилейные процессы Потому что вот как бы одно дело, когда речь шла там в первом конкурсе о благоустройстве, да, то есть можно было предположить, что люди, как обычно, решают там свои какие-то задачи, связанные там с... Лавочками, фонарями, да, из-за асфальтирования... Здесь же мы говорим о событийке, да, то есть и, наверное, приведу лишь несколько цифр о том, что в этом конкурсе в три раза увеличилось количество заявок, которые поступили от инициативных групп в сравнении с первым конкурсом, да, там, это хороший показатель от того, что люди объединяются для того, чтобы... Инициативные группы, это и без создания юридического лица, да? Да. И второй момент, что в рамках этого конкурса, если мне не изменяет память, по-моему, тоже где-то раза в два с половиной увеличилось количество инициатив, которые будут реализовываться на территории двух и более районов То есть это вот такие масштабные мероприятия, да, которые проводят сами люди А кто, как не сами люди, знает, что им надо и как им это надо, да, то есть... И вот, наверное, это ключевые ключевые вещи Ну и еще один параметр, это то, что вырос... Проходной балл Проходной балл, я сейчас к этому приду Выросла доля софинансирования То есть если в рамках первого конкурса доля софинансирования, там, ну, чуть не дотягивало до рубля То есть в этом конкурсе доля софинансирования перешагнула рубль, и теперь на рубль бюджетных средств привлекается, там, рубль 20, рубль 30 привлеченных средств А на практике это будет еще выше То есть люди готовы вкладываться в создание праздников Да, в те праздники, которые они сами себе будут организовывать Мне что показалось, я просто, ну, слушатели, наверное, знают, да, что я имею тоже отношение к отбору победителей в этих проектах, да, Что мне понравилось? Большое количество было заявок из отдаленных, скажем так, да, кировских территорий И готовы были люди делать там какие-то события, какие-то праздники и прочее Я поняла, что огромный, конечно, запрос вот на то, чтобы, несмотря на театральную площадь нашу, прекрасную, там, еще что-то У себя дома люди тоже что-то хотят Ну, это еще прошлый год, если откатиться, в прошлом году, летом, когда мы с Александром Деньевичем, наверное, первый раз встречались с экспертами Да, там, и эта мысль, она прозвучала, что праздник города, это не праздник в периметре В периметре, да, там, Красного квадрата, там, набережная, театральная площадь с Паской, да, то есть этот праздник должна ощутить в каждом населенном пункте, в каждом поселении, в каждом микрорайоне, в каждом дворе, который, собственно, входит в состав города Кирова И конкурс как раз вот эти вещи показывает До которого момента есть у победителей конкурса время на то, чтобы это все провести, давайте напомним Когда это все будет, основная масса Реализация проектов начинается с 15 января и заканчивается 30 ноября Ага, то есть в процессе Весь год Просто есть разные проекты, да, там, кто-то сориентировался в большей мере на, предположим, 12 июня, кто-то сориентировался на 22 сентября, кто-то сориентировался на новогоднюю столицу на начало Кто-то в целом, да, там, охватывает период, там, летний или весенний То есть проекты очень разнообразные И самое-то главное, что помимо того, что очень большое количество участников и очень большое количество победителей, то, о чем вы уже сказали Все эксперты отмечают высокое качество проработки тех идей, которые они представляют. То есть проходной балл для победителей стал 79 баллов из 100. То есть для сравнения, в прошлом конкурсе это было 65 баллов. И, соответственно, тут можно говорить о достаточно высокой конкуренции. То есть конкурс составил тоже где-то 2,9 проектов. То есть это тоже высокий показатель. Если конкурс будет продолжаться дальше, а Александр Валентинович настроен на то, чтобы конкурс продолжать и после юбилея, то я думаю, что этот конкурс может выйти на уровень узнаваемости не хуже, чем по ПМИ. И уже сейчас можно говорить о том, что приезжаешь в район, многие слышали о том, что есть город добрых соседей. И говорят, а когда к нам? И да, ряд администраций говорят, мы тоже хотим подобный конкурс. Часто эта работа с министерствами ведется по поводу того, чтобы в следующем году, может быть, попробовать провести подобный конкурс в тех муниципалитетах, которые тоже будут прознать свои юбилейные даты. А у нас такие есть, да? У нас их много. Да, то есть буквально там в каждом втором, когда я приезжаю, там какая-то круглая дата либо населенного пункта, либо района, она присутствует. В общем, можно найти к чему прицепиться, что называется, от чего плясать. Поэтому как бы конкурс состоялся, конкурс получился, на мой взгляд, там, несмотря на то, что есть, конечно, те, кто не выиграл. И понятно, что они, наверное, сильно расстраиваются, но как показывает, опять же, практика, из числа тех, кто не победил, я думаю, что примерно третья, а может и больше, все равно реализует свои инициативы уже без... Без софинансирования со стороны. Да, без гранта, без бюджетной субсидии, за счет привлеченных ресурсов. И это тоже хороший знак. Активность, это всегда хорошо. В отличие от победителей конкурса, у властей нашего города нет времени до 30 ноября. Я к чему, у нас минута буквально остается. Не настораживает ли вас вот та история, что в следующий год мы заходим с огромным количеством недоделок и крупных проектов, на которые мы получали федеральные деньги. Я имею в виду, например, паркирова, да, который до сих пор еще весь перекопан. И вот этих вот заявок по ремонту фасадов мы видим. Я не знаю, у нас в следующий год будет годом перекопанных дорог, лесов строительных и еще чего-то. Мы так и будем это встречать. Нет, давайте цыплят по осени считают. Да, вот именно, да. О, 22 сентября. Очень удобно, между прочим. Я могу сказать, что... Кто-то выдохнул, наверное, в момент. Последний оргкомитет федеральный, который проходил, он как раз был построен, в том числе, с точки зрения разговора, о том, что те незаконченные ремонты, которые за счет федеральных ресурсов будут переноситься на следующий год. Вопрос в том, что процессы запущены. Я думаю, что никто не заинтересован в том, чтобы там встретить город перекопанным. И поэтому там с момента первой возможности весной работа начнутся и будет продолжена. Постараться нужно сделать все. Будем надеяться. Давайте так. Ладно. Под Новый год всегда хочется жить надеждой на лучшее, поэтому будем надеяться. Спасибо большое Михаилу Курашину, советнику губернатора Кировской области. Мы особое мнение на этом заканчиваем. И всех с наступающим Новым годом. Здоровья, счастья, любви и спокойствия. Спасибо. Особое мнение на 101FM